Здравствуйте, Кыргызстанцы! Я Ринат Самудинов, моя супруга Эльнар Малтукадырова. Мы находимся в Чикаго, в США. У всех, у многих возникает вопрос, почему покинули поспешно нашу страну. Мы решили чуть-чуть об этом разъяснить. Последние 13 лет я занимаюсь продвижением демократических ценностей в нашей стране. Моя супруга расследует очень много коррекционных схем. И были очень много сделаны резонансные программы, резонансные передачи. И в последнее время против нас пошел жесткий прессинг за то, что мы делаем. И мы были вынуждены покинуть нашу страну. Этот прессинг особенно начался после звонка Фарида Ниязова, который экс-советник президента. Я, когда занимался партийным строительством, я выявил очень много коррупционных схем. Одним из них являлся коррупционные схемы того же Даниара Токурова. Когда по этому вопросу я зашел тогда руководитель аппарата президента Фарида Ниязова, он при мне начал отчитываться Даниара Токурова о том, что он со мной поговорил, что он сам меня успокоил. После этого начался огромный прессинг угрозы против меня и против моей семьи. После этого даже были попытки напасть на мою жену. В 2010 году, когда я был избит, я это избиение меньше воспринимал. Но когда в этот раз против моей семьи пошел прессинг, и намного сильнее, чем в 2010 году все это, и когда нависла реальная угроза безопасности нашей семьи, мы были вынуждены покинуть нашу страну. И после того, как мы покинули страну, мы приехали в Мексику. Через Мексику мы на основании международных норм попросили помощь у властей США. Восемь месяцев мы находились в миграционном лагере. Восемь месяцев мы судились за наши права. В конечном итоге мы выиграли суд. Сегодня мы являемся владельцами асайлум статуса. Мы легально находимся сегодня в США. Огромное я хочу сказать спасибо тем людям, которые за нас переживали. Были мысленно с нами. Хоть и власти Кыргызстана не оценили наши проделанные работы, огромное спасибо, очень приятно видеть, слышать людей, простых людей, журналистов, активистов, разных людей, которые за нас переживали искренне. Я думаю, вот эта поддержка дает нам огромную силу. Хоть я нахожусь здесь, я буду продолжать пытаться помочь моей стране. Я всегда готов прикладывать все усилия для развития нашей страны. Поэтому я надеюсь, что мы вместе с вами будем развивать нашу страну, прикладывать все усилия.